Актриса Алена Хмельницкая «Поражение легких, поэтому было принято решение госпитализировать артистку. Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу. Чтобы ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением, поделилась Хмельницкая с поклонниками. В целом, актриса чувствует себя неплохо, но решила последовать совету врачей, чтобы избежать возможных осложнений. Однако сегодня Хмельницкая снова пожаловалась на странные симптомы ковид. Так, актриса призналась, что не может ни на чем сконцентрироваться и стала раздражительной. Боже, скорее бы уже работа. Расскажите, какие у вас наблюдаются последствия вируса. «Я пока очень странная, ужасно раздражительная, не понимаю, что со мной не так. Но явно что-то не так. Не могу ни на чем сконцентрироваться, ничем заинтересоваться. Юмор не спасает. Книга и фильм не лезут в голову. Ужасно себе не нравлюсь. Единственное, чего я хочу, чтобы все дети получили лечение как можно быстрее. Я не знаю, что со всем этим делать. Простите за сумбур. Я очень стараюсь держаться», — написала Алена. Добавим, что ранее Хмельницкая сообщила о необычном побочном эффекте коронавируса. Алена рассказала, что с тех пор, как заболела, ее надолевает бессонница. Хмельницкая отмечала, что ее возлюбленный тоже переболел коронавирусом, но после выздоровления на отсутствие сна не жалуется. Отметим, что Алена воспитывает двоих детей, рожденных в браке с кинорежиссером Тиграном Киасаяном Александру и Ксению. Режиссер ушел из семьи, когда младшей девочке было три года. В тот момент он уже встречался с Маргаритой Симоньян. И влюбленные ждали рождения общего ребенка. Интересно, что в итоге Хмельницкая и Симоньян подружились и сейчас общаются с семьями и ходят друг к другу в гости. В день 50-летия Алены Маргарита опубликовала в своем микроблоге в инстаграм-пост, в котором трогательно поздравила актриса с юбилеем, признавшись в любви и заявив, что они — одна большая семья. Продолжение следует...